С добрым утром! С добрым утром! Время у нас 6.16 утра и мы готовимся идти на тренировку. Я каким-то образом вчера заснула в своих линзах и у кого плохое зрение тот меня поймёт. Засыпать в линзах это удовольствие ещё такое. Поэтому знаете, их тоже снимать и обратно одевать это не вариант, поэтому приходится перебороть вот эти первые первые полчаса открытых, пересухших глаз после того, как мы проснулись. День у нас неделя четверг и мы идём с вами на тренировку. Тренировка в 7 утра, поэтому сейчас умоемся, почистим зубы, все такие вот дела и пойдём на спорт. Какие планы на четверг работать и после работы у меня даже не знаю, честно не вспомню, мне нужен либо кофе, либо какой-то энергетический напиток, чтобы проснуться. Такие вот дела. «Музыка» Ну что, все, мы готовы идти на нашу тренировку. Но первым делом мне нужно что-нибудь такого энергетического, поскольку мне не проснуться. Кофе мне, кофе мне еще не хочется по какой-то причине. Я знаю, это безумно вредно пить такого вида вещи, в первую очередь утром. Ну, я это делаю очень-очень редко, и к концу недели, когда идет недосып, очень-очень нужно. Все, собираем кровать и идем на тренировку. Решила перед тренировкой выпить энергетик, потому что я сонная как не знаю кто. Но вы знаете что, сделала полглоточка буквально, и мое тело мне сказало, это полное говно, давай-ка лучше без него. Поэтому идем тренироваться на водичке. Вот такие вот дела. Пришла с тренировки, в душ приняла, и пора садиться на работу, надо сейчас выпить кофе, сделаем с вами. Я, вы меня спрашивали, что в комментариях, что я ем, занимаюсь как я часто спортом. Заметили, что я похудела. Я правда похудела, спасибо большое за комплимент. Я в прошлом году, ну не в прошлом году, это было в 2022 году, когда я вообще не снимала никакие влоги. И даже кто на меня подписал в инстаграм, вы наверное бы заметили, что у меня мало фотографий себя в том году. Потому что я набрала конкретно килограмм 8, наверное. Вот с начала 22-го до конца 22-го я набрала где-то в районе 8 килограмм. И в прошлом феврале, в феврале 23-го года, после своего дня рождения, я посмотрела на себя в зеркало, на меня не нализали ни одни брюки. И я поняла, что кошмар, пара-пара-пара. И я начала следить за питанием и активно ходить на тренировки. Я хожу на пилатес, йога, ну такие силовые кардио, короче все подряд. И я похудела где-то за последний год на килограмм 11. Хочу еще скинуть килограмм, мы 4, наверное, может 5. Но скинула 11 килограмм, это, наверное, я в таком, в самой хорошей форме за последние лет 5, наверное. Я хожу, наверное, надо будет снять видео, более подробно рассказать вам про свое питание. Потому что, вы знаете, я женщина люблю покушать, я люблю готовить, я люблю рестораны. Для меня это самое мое главное хобби с самого рождения. Это бутерброд с колбасой, маслины, сыр и все такое. Поэтому для меня диета это очень сложная такая болезненная тема. Я всю жизнь на каких-то, мой вес туда-обратно, туда-обратно. И я такая из природы девушка плотная. То есть у меня грудь, жопа, ляжки и так далее. И особенно, знаете, живя в Америке, все тут такое, я не знаю, с чем приготовленное, что это довольно-таки проблематично. Вот. И питание это 80% твоего успеха в покудании. Но я также занимаюсь спортом где-то раз в 6 неделю. Поэтому не в этом видео, у нас самолеты полетели не в этом видео. Ну, если вам про это интересно, я обязательно сяду и снимем с вами, снимем с вами влог на эту тематику. Може мой, как вообще влияет освещение на твое лицо. Хотела пойти приготовить кофе с вами, там поболтать, но там такое освещение. И поскольку я, я не знаю, вы заметили или нет, я практически больше не ношу макияж. Штука на выходных, когда куда-то иду, либо, знаете, в ресторан. А так в обычные дни, там с понедельника по пятницу, поскольку я не хожу в офис, я хожу без макияжа. Вот. Такие вот дела. Все. Я пошла готовить кофе и садиться за работу. Сегодня у нас на завтрак черный кофе и авокадо-тост, соль, лимонный сок и перец чили. Вот. Всем приятного аппетита. Время уже три часа, практически заканчивается наш рабочий день. Хотела вам показать свой обед, но совершенно забыла. У меня была курица на обед с салатом из оругалы, помидоров и сыр пармезан. А сегодня вечером, я вам сказала уже, по-моему, четверг у нас, сегодня вечером в моем комплексе, в квартирном комплексе показывают фильм какой-то на улице. И будут всякие закуски, напитки. Я тоже упакую. У меня есть корзиночка для пикника. Может, упаку корзиночку для пикника и пойдем смотреть фильм. Мой сосед Джейсон, бывший, я с ним вчера встречалась, он сказал, что он, может быть, тоже к нам подойдет сюда и будет со мной смотреть фильм. Ну, посмотрим, как получится. Поэтому вот такие планы на сегодняшний вечер. И будут у нас еще замечательные выходные. У нас сейчас много происходит арт-галерей всяких, которые показывают различные картины, искусство и так далее. У нас неделя искусства в Далласе, поэтому будет что посмотреть. Кстати, насчет Даллас. Я увидела пару комментариев про то, что мне написали на прошлом влоге, что везде показывают какие-то плохие видео и фотографии США, что все так грязно, повсюду бомжи, а на самом деле у вас так все хорошо, все красиво. Я хочу сказать, что про бомжей и про грязь это все правда, но она происходит в либеральных штатах. Я живу в Техасе. Техас, он республиканский штат, и тут все гораздо с этим строже. У нас тоже есть бомжи, у нас есть тоже грязь. Я проедусь как-нибудь по одной из улиц в даунтауне, в центре города, где там просто кошмар, что происходит. Но в целом у нас очень чисто и очень хорошо, потому что это республиканский штат. Вы некоторые из вас знаете, я жила раньше в Орегоне. И в Орегоне это то, как вы все видите в новостях. Там такой бомжатник, там повсюду палатки, повсюду грязь, повсюду наркоманы. То есть там, поэтому я там не живу, там не пройти полметра без вот этого кошмара. Так что в Америке очень так и разделяется. Если ты в республиканском штате, то все более-менее хорошо. Если ты в либеральском штате, то там идет полный бомжатник. Но поскольку все люди из либеральских штатов, как я, перебираются в республиканские, люди из Калифорнии, люди из Нью-Йорка, люди из Орегона, Вашингтона, они перебираются в Техас, во Флориду и так далее. Постепенно туда начинает тоже идти вот этот инфлюенс от этих штатов. Иногда, когда я разговариваю, все время подходит мне вот это видео, знаете, в голове, какой фабрик, какой... Что даю? Ставлю, про что я имею в виду? Какой ткан, какой фабрик. Его костюмы, смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке. Может на прайс 225, самый дорогой 380. Так оно очень-очень affordable. Ну что ж поделаешь, вот так бывает. Все, сейчас доделаю свои дела еще пару часиков и будем 6.30, у нас вечером просмотр фильма. Так. Оно поединило. Из hated the war. She had two cousins served.